всем привет сегодня у нас очередная мега распаковка большое количество посылок здесь и gd gearbest и по моему алиэкспресс и по моему еще есть несколько магазинов давайте все распакуем и посмотрим и так вроде бы все распаковали и давайте начнем будем смотреть что нам пришло и отдельно откладывать и кратенько буду рассказывать что о чем в общем так чего начать чего начать давайте начнем с магазина запался буквально сегодня я вспомнил что я заказывал не знаю посылок наверное 8 ну там до доллара всякую мелочевку в магазине запас и буквально сегодня прямо отправился ребят мне не пришло я заказывал заказы у 1 2 3 4 5 8 штук перечислил их что что будем делать потому что до сих пор не пришли заказывал я их еще в начале февраля а уже получается всего сейчас май буквально только написал и сегодня за пришли посылки вот я их распаковал и понял что две посылки как раз пришли из запаса это две из последних за посылок эти я заказывал где-то в марте но получается февральских ни одного ни одной нету вот это вот штучки это липучки для ноутбука на экран то есть липучки они должны по моему закрываться давайте распакуем и посмотрим ближе на камеру и так как я уже говорил это специальные такие наклеечки на веб-камеры ноутбуков то есть мы заклеиваем то есть вот здесь скотч мы приклеиваем ее на камеру и потом закрываем просто задвигаем когда нам нужно открыли и все поснимали закрыли вот идет комплект три штучки в таком вот блистере вы такой вот веб-кам ком ковер я его порвал вот ну как раз подойдут для ноутбуков это из магазина запас все-таки дошло откладываем далее вот такой вот светящийся кабель давайте посмотрим подключим его и посмотрим вот подключил его он реально прикольно светится сейчас немножко сделаю меньше света вот и интересно как он будет мигать не будет если подключить к нему телефон ну ничего не произошло то есть подключили зарядка пошла в телефоне но мигать он никак не стал то есть как горел синеньким цветом так и горит далее давайте побольше возьмем коробочку вот проект звездного неба да или как там его назвать просто в такой вот коробке она идет стар мастер в таком вот дополнительном пакетике я так понимаю он идет от юсб питания но есть батарейки и можно будет от батареек пластик вот здесь ну вот которая нижняя часть он говенный реально говенный пластик и видно что косяки и он такой какой-то и на ощупь неприятный а вот его сверху уже неплохой пластик такой вроде бы и давайте посмотрим то есть здесь какие-то отметки с сентябрь октябрь ноябрь декабрь то есть наверное нужно как-то поворачивать его и он хотя наверное будет менять цвет замигал опять же давайте немного уберем свет ну а крутилка это ничего не делает то есть просто крутит расположение луны ну и на руке видите как это все выглядит и давайте попробуем выключить свет и посмотрим как это будет выглядеть в комнате итак не знаю видно нет вот такая вот красота не всю комнату то есть над получается по бокам хорошо освещает и потолок так ярко классно освещать но красиво очень красиво мне нравится особенно учитывая то что она стоит вообще копейки плюс возможность питаться мы запитали сейчас от лампы вообще сяомишной можно ее запитать и от power bank а получается и ну круто круто очень круто единственное что я не понял как ее выключить то есть кнопка старт есть а вот еще одна кнопка лет что она делает а вот она выключает то есть эта кнопка включает выключает полностью а я понял здесь получается смотрите этой мы включаем один диод по центру крутим ничего не происходит выключаем а этой кнопкой мы включаем боковые то есть лет кнопка включает и выключает боковые вот и вот и все поэтому я думал что несколько режимов но на самом деле получается просто включается или выключается центральный центральная лампочка вот стартом включается выключается центральная диодика этим выключается это то есть мы можем либо белым цветом просто включить чтобы она светила определенным цветом либо включить чтобы мигала либо включить и то и то круто круто очень мне понравилось пластику здесь снизу неважный но кто его видит сверху все выглядит цивильно хорошо красиво вот и луну расположение луны и звезд можно тоже как бы повернуть разместить как удобно я так понимаю что вот этот февраль и март это как-то нужно чтобы поворачивать и понимать где расположение луны наверное или не знаю вот вот зачем вот эти вот месяца здесь по кругу написаны но очень крутая штука мне очень понравилось давайте ее откладывать потому что еще много другого запаковал обратно в коробку и заметил вот с обратной стороны есть разные то есть есть стар лоуэр стар лоуэр стар бьюти то есть разные модели этих фонарей но на нашем случае по скидке продавался я не помню цену ссылка будет в описании и ссылка на акцию по которой я покупал то чтобы вы ориентировались по цене все будет в описании вот классная в общем штука мне очень понравилось я думаю ребенку понравится тоже далее продолжим по большим коробкам вот такой вот пистолет в данном случае то есть но этот пистолет скорее всего папа купил потому что у него такого в детстве пистолета не было и больше наверное я себе для себя купил этот пистолет шарики у нас вот эти вот есть вводные дома мы их попробуем зарядить но мне больше интересуют вот и а тут даже есть два комплекта вот таких шариков и три вот таких вот патрона что еще здесь коробки она еще в коробке вот такая вот баночка то есть мы получается делаем вот эти шарики чтобы они надулись слаживаем их в баночку и потом стреляем то есть вот так зарядили стрельнули а давайте попробуем выстрелить ну как-то птуга заходит этот патрон интересно выстрелит она выстрелила ухты прикола ну попробуем прилипло к стеклу вообще легко у вас но еще давайте попробуем разок патрон улетел в другую сторону комнаты вот ну давайте посмотрим баночка как вкручивается и наверное уже дома с ребенком вот эти шарики смочим одни заполнен баночку и пойдем куда-нибудь постреляем вот этими желательно стрелять дома вот потому что их всего три хотя их можно купить у такие патроны и развлекаться дальше но круто круто вот бомбовый пистолет мне очень понравился тоже какие-то копейки стоил вот я давно давно его хотел хотел именно из-за вот этих вот присосок вот у меня были в детстве только эти были не ватные а пла пластиковая такая крестовая штучка была и стреляла я так понимаю здесь воздухом стреляет да пресса у нас были какие-то пружинки по моему вот ну я уже на сто процентов не помню но пистолет очень круг крутой вот такой вот набор ссылка будет тоже в описании вот сделано все качественно классно в общем папа будет сегодня расстреливать ребенка сыночка если будет баловаться тут отложили далее далее давайте посмотрим на щетки я полностью раскрывать не буду идет в две в комплекте это из магазина джейки обтянуты вот такой пленкой я купил их а нет это я для себя наверное купил я просто ребенку еще купил и я не пойму это те что я не это скорее всего я для себя купил вот у меня заканчиваются в насадке в сокас моей и я решил попробовать взять вот такую вот кого это щетку колги 360 она тяжелая мне кажется что здесь есть батарейки как ее открыть да есть батарейки включается верхней кнопкой вы не выключается нижней вот как открыть а вот так идут две батарейки причем энергайзер неплохие батарейки ну обычные 3а но неплохие вставляется просто плотненько вот эти щетинки они не крутятся они просто вибрируют а нижняя в это я так понимаю для контроля и с обратной стороны есть резинка для чистки языка так отключу то есть обратной стороны есть резинка для чистки языка две штуки я взял отлично будет один жене одна мне вот такие вот колги 360 попробуем ну идут вот такие вот две штуки в комплекте и запасные к ним головки то есть тоже покупал по акции ссылка будет в описании это из магазина джейди далее далее давайте расскажу право такую вот приправу это сычуанская роза я ее открывать не буду пока но у нас проблема в чем я дружу с университета с китайцами они меня научили готовить один суп и мы его периодически готовим и плюс мама моя готовит жена готовит я иногда готовлю нужно обязательно вот этот приправа сычуанская роза и казалось бы почему бы не купить ее на родине но магазинах в интернет магазинах где я нахожу есть в наличии все берите покупайте то есть закидываешь в корзину оплачиваешь если оплачиваешь с какими-то другими товарами тебе отправляют только те товары другие но этого нет в наличии то есть извините простите если ты заказываешь только этот сообщаю что извините мы вам это не можем сделать хотя на сайтах в наличии она есть но стоит позвонить узнать нигде и и нету то есть почему как я не знаю то есть такой популярный продукт или может никто не берет и они как бы висят типа что могут заказать в общем только под заказ ну зачем мне под заказ если я сам могу заказать ну честно я пытался это купить у нас в стране поискал по сайтам и понял что это не дано мне сделать и заказал на алиэкспрессе отличная вообще приправа пахнет тоже прикольно далее далее вот такие вот две коробочки подозреваю что они это две разные посылки но я подозреваю что товар один и тот же них давайте посмотрим что это ага это из роузы гал лампа как его там эдисона две штуки я их заказал несколько штук потому что там была акция одна то есть две я наверно заказал штуки четыре в начале две и потом через неделю было опять акции я еще две заказал то есть для украшения интерьера прикольная штука она диодная вот ну давайте посмотрим вот они вот так пришли в таких вот коробочках обычных в обычном пакете вот давайте попробуем вау круто смотрите как она красиво ну я не знаю на камеру выглядеть не очень но так вообще бомба вылили я сейчас выключу свет и посмотрим не камера не принимает так но она выглядит и глаз глаз очень радуется кстати вот отсвечивает что-то влево внизу вот вот это вот реально как он светит то есть не одни вернул немножко света и теперь видно четко как она выглядит желтого цвета такой теплый цвет видите желтизну на руку отдает вот но очень очень красиво и я взял еще две штуки то есть четыре штуки и перед новым годом допустим или на какой-нибудь праздник повесить лампы короче если еще будут я еще закажу по-любому потому что очень круто выглядит и сделать украшение такое стилизованное будет ну очень прикольно давайте сразу проверим вторую работает она или нет и отложим потому что как бы на повседневку вешать такую лампу я не думаю что есть смысл какой-либо тут наверно контакт не докрутил а это почему-то не работает наверное испорченная а немножко совсем мигнуло ну давайте верну прежнюю да прежняя вот работает сразу а вторая вот не работает я очень расстроен она мигает еле-еле мигает а ну разгорится не разгорится то есть видите не видите она мигает но не загорается в общем грустно что лампа не работает одна мы напишем продавцу посмотрим что он ответит но вторая зато работает это очень круто так какая не работает какая работает далее батарейки батарейки это покупались для на алиэкспресс для подсветки в шкафы я недавно покупал показывал но у нас одна батарейка стоит 1 доллар то есть 25 26 гривен самая дешевая батарейка вот такая вот стоит это батарейки они используются еще в брелках для автомобилей то есть и раньше помню я под пару лет назад покупал по 12 были сейчас 25 самая дешевая на алиэкспресс я нашел за 4 с копейками доллара то есть 10 штук и того выходит то есть 50 центов то есть два раза дешевле мне как бы подсветка это не горит поэтому в одну я купил для пробы и проверки как подсветка будет в видео есть у нас в одной из мега распаковок недавних далее далее у нас вот такой вот полотенечко но и купил в общем такое вот полотенечко чтобы можно было в кинуть себе в сумку когда на пробежке пошел брать с собой вытирать под лица потому что рукавом не очень приятно вытирать потом рукав потны и так далее в полотенечко обычная самая приятная на ощупь но это типа спортивная хорошо должно впитывать влагу и она легенькая маленькая компактная можно с собой таскать вот на бумажке ничего нету это из магазина gear best ничего особенного поэтому останавливаться на нем сильно не будем откладывая далее далее у нас миникард dv вот это вот камера по моему 4 или 5 долларов стоила давайте посмотрим на нее и про нее сниму отдельно тогда уже когда разберусь давайте посмотрим комплектацию и отдельно видео уже как она снимает вообще интересно или нет сниму отдельно смотрите старый мини юсби еще используется кабель поэтому вот такой вот брелок можно повесить его на ключи и и таскать с собой все время давайте посмотрим не открывается нет не открывается она ну сделано все симпатично об кнопочки реагирует лампочка сюда вставляется карта памяти я думаю без карты памяти она ничего снимать не будет вот давайте поближе посмотрим вот так выглядит и сниму отдельное видео про нее кому интересно ставьте лайки досниму и чуть позже выложу вот вот эти вот штуки мне было все время интересно что это такое как она зачем она это для чистки обуви типа двойная за 19 центов на джейди продавалась постоянно я их набрал по несколько штук и по моему две штуки можно было брать в этот смотрите обычная ухты она смазана двухсторонняя то есть роп фокус-покус оп фокус-покус для чистки обуви я их набрал по две штуки и по 19 центов это реально отличные чистилки обычная губка ну я не знаю у нас наверное минимум 5-10 гривен это будет стоить это там ну 50 центов ну там 30 40 центов 50 вот по 19 центов отличные штуки вообще видно что смазанная как обычная простенько все но за 19 центов это отличная цена вообще класс я очень доволен последнее что пришло я блин сейчас уже жарко тепло ну у нас вот как раз неделя похолоданий и я надеюсь что она мне подойдет в размере потому что последнее время я нахожусь между l и xl то есть раньше вообще м одежду носил теперь поправился немного стал l носить а теперь вообще как бы между м и л у меня одежда и поэтому некоторая одежда большая некоторая маленькая я как бы взял 2xl куртку потому что у китайцев надо постоянно брать больше брал на gd она мне очень понравилась с виду но они умеют фотографировать вообще они блин такие фотки аппетитные снимают на вещи что я очень часто просто болезненно на в общем я под впечатлениями она очень классная на ощупь такая ну не знаю не мешками на ну как как дождя знаете делают зонты наверное из такого но очень приятно на такая немного те которые зонты делают она жестко а здесь она гладкая и мягкая то есть на ощупь она мягкая но вроде бы такое смотрим вверху капюшон у нас есть вот вот так она выглядит давайте спереди смотрим спереди надпись lock up people и давайте попробуем одеть ее вот так она выглядит внутри все сделано подкладка классная xxl размер вот так сзади и блин немного рукава коротковаты получаются то есть если локти поднять немножко она маловато на меня рост у меня сто семьдесят два поэтому надо было 3 xl если бы там было в брать да немного тянет в спине но куртка очень классного качества ну естественно вот тут даже если я похудею она будет на меня мала потому что классно куртка действительно приятно сейчас гляну если есть размер больше наверное буду думать больше покупать эту кому-нибудь либо продам либо подарю кому-нибудь из родственников вот куртка мне нравится реально на этом у меня все ставьте лайк подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок